Писание Писания 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 Писания Писание Писания Писание Писания Писание Писания Писания Или же для меня это всегда так казалось, что если я буду говорить это. Но на самом деле это не так. Произносящий тоже имеется в виду, употребляющий. Как ты используешь это имя? И именно в этой истории 2 Царства 12 главы, как я прочитал, что Давид так сделал, что враги Господни, то есть дьявол, он имел повод похулить Господа. То есть из-за дела Давида он согрешил по третьей заповеди. И также далее, если мы идем, как я уже говорил, что разные заветы были Господа со всеми людьми, то когда Иисус Христос родился на эту землю, и от Его учения Он тоже заповедовал нам, какие дела, и тоже завет заключил с народом, и это тоже от Евангелия 26 глава от Матфея, 26 до 28 стиха. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и раздавая ученикам, сказал, «Примите, ешьте это тело Мое», и, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо это кровь Моя нового завета, за многих проливаемое восставление грехов». И сейчас, в это время, мы носим имя Господа нашего Иисуса Христа, мы называемся христианами. То есть, если мы неправильно в наших поведениях, в нашей жизни, наших словами тоже как-то неправильно сделаем, то мы тоже по третьей заповеди как бы ее нарушаем. И от этого Господь действительно тоже будет нас наказывать. И одно, какой плюс у Давида был, что Господь его наказал при жизни, но жизнь не отнял у него, то есть не отнял у него спасение. Он еще ему дал шанс, чтобы покаяться. И у нас это, мы если видим по Священному Писанию, что как легко действительно согрешить. Как я уже говорил, всегда думал, что если я буду говорить или произносить имя Бога в это грех, но обратно это не так, это именно в моих делах, в моей жизни, как я христианин. И уже был такой вопрос задан нам с утра, брат, который последний говорил, что наш город, если у нас видеть, какие мы на самом деле, и служим мы этому свету, служим мы, что мы действительно христиане, потому что мы носим его имя. И от этого мы можем согрешить по третьей заповеди. И как сказано от Якова 2 глава, что согрешивший в одном виновен во всем. Как и Давид, согрешил в одном, но он был виновен во всем. И много раз мы это видим, что это так случается, но порою, можете, не замечаем. И я хотел бы тоже и прочитать одно место, это от Иоанна, 17 глава. Это была молитва Иисуса. После стих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прослав меня ты, очи, у тебя самого славою, которую я имел, у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что я ишел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них, я уже не в мире, но они в мире, а я иду к тебе. «Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется в Писании». И в этом месте Господь Иисус молится о нас, молится о народе Своем, именно о христиан. И вот так вот мы, обратно если я повторюсь, что если мы называемся христианами, как часто мы можем падать при Ним и согрешаем по не только одной заповеди, но и по всех. И Исаия тоже 43 глава, 6-7 стих, там было пророческое такое слово, что «Северу скажу, отдай, и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». То есть, каждый, кто называется именем Господнем, мы должны их вести Господу, но также и все возвращается к нашим делам, нашей жизнью. Как мы будем издавать свет Господа, не только как свет, но обратно же. Если мы живущие на этой земле, мы Божья репутация, мы Его имя, как мы ее покажем, так и другие люди будут это видеть. И обратно от Иоанна 17 главы, где я прочитал, что Господь Иисус всегда называет Господом Отцом, потому что это самое великое имя, у которого Господа есть. В Писании написано, что мы не знаем, как Господа звать, но именно это, что мы называем Его Отцом, это самое великое, что у нас есть. И да даст нам Господь силы и мудрости, чтобы мы правильно поступали в нашей жизни, чтобы и шли за нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. Будем молиться. Аминь. Аминь.